Итак, сейчас долгожданная развязка этой душесчипательной истории с Тигром Амуром, которого сначала лишили его верного соратника, козла Тимура, хотя по некоторым данным он его все-таки съел. Сообщаю вам, что Тимур жив-здоров. Ролики о нем регулярно появляются на сайте Приморского сафари-парка. Специально для вас Тимура сняли 14 февраля 2019 года. Ролик называется «Тимур. Вип-персона Приморского сафари-парка». Тимура – персональный ветврач, персональный спонсор Эльвира Головина из Москвы, персональная коза, персональная избушка и персональное питание. Вам бы так жить. Честно говоря, вот сафари-парк Приморский – это отдельная история. На мой взгляд, они вот как прожженные коммерцанты из 90-х выжили из этого бедного тигра. Приморский сафари-парк – это отдельная история. Расскажу вам кратко о ней. Участок леса под сафари-парк я взял в аренду в мае 2006 года. Первый парк Копытных строил сам, помогал сын. Днем строил, а вечером таксовал в Владивостоке. Зарабатывал на жизнь. Первую зиму провел в железной будке без печки. Спал в спальном мешке. Первый парк Копытных открыл для посетителей в феврале 2007 года. Государственные органы душили со всех сторон. Спасли журналисты. Я непрожженный коммерсант из 90-х. Я обычный человек из Советского Союза, для которого слова коммерсанты и бизнесмен являются ругательными. А для тигра Амура мы создали прекрасные условия. Таких хороших условий для тигров нет ни в одном зоопарке России. Такой большой территории нету нигде. Все вот так выжимали. Если они вдруг откажутся, они тем самым докажут, что вся эта история высосана ими из пальца. Ну, давайте будем все-таки справедливы. И не администрация Приморского края. Вообще-то она высосана. Это мы предлагаем так сделать. А она действительно, ну, лудируется, скажем так, вот как раз представителями Сафари Парка. Поднял уже владелец Сафари Парка, да? Сафари Парка. Но я думаю, что тут тоже есть определенные выгоды у него, потому что, как вы говорите, один, так сказать, персонаж куда-то исчез, нужно других персонажей к этому. Ну да, стали забывать, а тут вдруг вспомнили. Да, это вот полгода не вспоминали. Вопрос о тигре Амуре поднял действительно директор Приморского Сафари Парка. А история эта не высосана из пальца. Проблема была реальной и простой. По закону тигра должны были не забрать из Приморского Сафари Парка, а по здравому смыслу тигра должны были оставить. Закон и здравый смысл боролись всерьез, а не на шутку. Выгода Сафари Парка, а также всех порядочных людей, была определенной. Победа здравого смысла над несовершенным законом. Вот с Амуром другая история. А я правильно понимаю, что... И эта история вот как раз, наверное... Что владельцы... То есть получается, что... Ну, это мое предположение, что владельцы Приморского Сафари Парка пытаются вновь на имени Тигра Амура опять раскачать эту историю, чтобы оставить его у себя и на нем зарабатывать деньги. Я думаю, да, потому что вот документы... Я прочитала все. Прочитала все комментарии и поняла, что комментарии идут не совсем соответствующие. Владелец Приморского Сафари Парка пытался решить проблему с Тигром Амуром, не раскачивая ситуацию в декабре 2018 года и в январе 2019 года. Я неоднократно звонил Александру Пшеничному и Андрею Долину. Пытался уладить ситуацию без скандала. Я объяснял, что передать просто так Тигра Амура не получится, что Амура много фанатов. Я предлагал искать решение компромиссное. Андрей Долин не хотел даже слушать. Переходил на крик. Я откладывал эту шумиху до последнего, пытаясь уладить проблему без скандала. Увы, не получилось. Поднятая в СМИ шумиха вынужденная мера. Моя цель простая. Оставить Тигра Амура в Приморском Сафари Парке. Основания для этого достаточные. Первое. Приморский Сафари Парк входит в программу Евразиатской Ассоциации Зоопарков по размножению и сохранению Амурского Тигра с 2012 года. Второе. Тигра Амур находится в этой программе. Третье. У Сафари Парка есть рекомендация координатора программы, в которой написано, что рекомендуется Тигра Амура оставить в Приморском Сафари Парке для его дальнейшего размножения с санкой по кличке Уссури. Амур и Уссури это репродуктивная пара в рамках программы Яраза. Четвертое. Основание. У Приморского Сафари Парка самые лучшие условия для содержания тигров в России. Самые большие вольеры. И пятое. Основание. Фанаты Тигра Амура со всего мира просят оставить Тигра Амура в Приморском Сафари Парке. Теперь расскажу про зарабатывание денег на Тигре Амуре. Программу Яраза по Тигру не входят в цель зарабатывания денег. Программа не позволяет держать Тигра в группе, не позволяет размножать по своему желанию, не позволяет передавать Тигрят куда-либо. Частные зоопарки, например, Крымский парк Тайган не входят в эту программу именно потому, что это экономичке невыгодно. Если бы я был не в программе, я бы мог поселить в парке Амура группу тигров непрограммных. Зречность показа была бы в разы выше, соответственно, выше были бы доходы. Всплывал Краснодарский край, вы что же сказали, где же он будет жить, да? На самом деле, действительно, было заключено такое соглашение, потому что нам нужно, как Хабаровскому краю, было принимать решение. И решать судьбу тигра, вот я говорю, в правовом поле. И поэтому всплыл этот Краснодарский парк. Но он как раз решение передавать было снято только лишь потому, что именно вот это вот учреждение не может организовать достойно в соответствии с международными стандартами его там пребывания. Именно по этой позиции было отказано. Акцентирую ваше внимание. Минимущество Хабаровского края согласовало передачу программного Тигра Амура в НП Парк Тигра Краснодарский край в организацию, которая существует только на Муаге, но которой нет в действительности. Фиктивную организацию. Расследованием этой аферы в настоящее время занимается прокуратура. Соглашение с Краснодаром вырасту под давлением общественности. Мне кажется, в любом случае хорошо, что всплыла эта история. Во-первых, мы вдруг узнали, что на самом деле он наш Тигр. Потому что оказывается... Да, когда вся это была история и выкладывали каждый день новые ролики, ни слова не было сказано о том, что это вообще Хабаровский Тигр. А вот интересно, почему? Почему не стали вспоминать именно тогда? Ну, понятное дело, что это вопрос не к вам. Ну да. И даже когда у нас витарический скорее. Давайте посмотрим. У нас виделось. Помните, была постановка театральная в Хабаровске? Хабаровск как бы покупал права у Приморья на то, чтобы озвучить эту историю, потому что брендом владел Приморский Сафари Парк. Как выяснилось-то, за что? Хотя можно было совершенно спокойно договориться с правительством Хабаровского края. А это матуральские пельмени тоже. Отвечаю на волнующие вас вопросы. Первое. Хабаровский музыкальный театр заключал договор с Приморским Сафари Парком на использование бренда Амур и Тимур по простой причине. История с Амуром и Тимуром случилась в Приморском Сафари Парке. Второе. Хабаровский театр не платил деньги Приморскому Сафари Парку за использование бренда. Это прописано в отдельном пункте договора. Третье. Уральские пельмени не платили Сафари Парку за использование бренда Амур и Тимур и не заключали письменный договор. Хватило договора устного. Оказывается же тигрица до этого действительно была отправлена вообще в Казахстан в другую государство. Она еще не отправлена она готовится к отправке. Но по поводу нее почему-то они возмущаться не стали. Да и передали очень спокойно понимая что действительно это правовое поле это ответственность. Рассказываю про тигрицу Тайгу. Приморский Сафари Парк спокойно передал тигрицу Тайгу по следующим основаниям. Первое. Тигрица Тайга входит в программу Яраза по Амурскому Тигру. Второе. У Приморского Сафари Парка есть рекомендация координатора программы Яраза по Амурскому Тигру на передачу Тигрицы Тайги в Алматинский зоопарк для формирования там репродуктивной пары. Третье. Вступив в программу Яраза по Амурскому Тигру Приморский Сафари Парк выполнять рекомендации координатора программы. То есть я правильно понимаю? Просто Сафари Парк не хочет отдавать этого тигра. Вот и все. Да, это правильно. Хороший тигр-то. Повторяю для тех, кто не услышал. Сафари Парк не хочет отдавать тигра Амура не просто так, а по следующим основаниям. Первое. Приморский Сафари Парк входит в программу Евроазиатской Ассоциации Зоопарков, по размножению и сохранению Амурского тигра с 2012 года. Второе. Тигр Амур в этой программе. Третье. У Сафари Парка есть рекомендация координатора, в которой написано, тигра Амура рекомендуется оставить в Сафари Парке для дальнейшего размножения с самкой по кличке Уссури. Амур и Уссури это репродуктивная пара в рамках программы Евроаза. Четвертое. У Приморского Сафари Парка самые лучшие условия для содержания Амурских тигров на территории России. Самые большие вольеры. И пятое основание. Фанаты со всего мира просят оставить тигра Амура в Приморском Сафари Парке. Там любопытно, что сейчас творится с сыном Шерхана. Я слежу за этой темой. Они же пробовали его раскручивать точно так же. И тигренкам его даже взяли какую-то семью. Там каждый день появлялось видео в Ютьюбе, как он живет там с собачками. И мне кажется, зоозащитникам стоило бы за этим последить. Потому что не является вообще нарушением дикое животное брать в городскую квартиру и пытаться... Рассказываю про тигренка Шерхана. Шерхан сын тигра Амура и тигрицы Уссури. Тигрица отказалась кормить малыша. Пришлось выхаживать тигренка дома. Но не в городской квартире, а в служебной квартире Приморского Сафари Парка. Развитие тигренка днём и ночью контролировал ветврач Сафари Парка Василина. Это была ее работа. От всех других обязанностей ветврач Василина была освобождена на два месяца. Пока тигренок не огреб, его не перевели снова в Сафари Парк. На мой взгляд, действительно, это перекладывание ответственности. Но оно совершенно естественно. Если противоположная сторона утверждает, что мы не хотим им отдать, мы отдаем. Берите, владейте. Просто вот сейчас, внимание, если они откажутся, это будет доказательство того, что вся эта история изначально высосана просто для понятия информационного. Возможно, для того, чтобы сувениры с Тигром Амуром снова начали покупать. Не знаю, в любом случае посмотрим за ответом приморских властей. Очень интересно, что будет сказано, если отказано, чем будут аргументироваться. Сегодня в гостях у нас Наталья Пудовкина, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. И еще раз напомню, Хабаровский край решил подарить Тигра Амура Приморьем. Напоследок хочу обратиться к телеканалу Губерния из Хабаровска. Ведущий телепрограммы говорит Губерния, Вячеслав Коренев, ведет себя некрасиво, искажает информацию, распространяет ложные сведения, подрывает репутацию приморского сафари-парка и его директора. Если вас устраивает такой ведущий, повысите на зарплату. Если не устраивает, увольте. Истравляться в его возрасте поздно. Горбатого могила исправит. Продолжение следует...